Мария Максакова, оперная певица, бывший депутат Госдумы Российской Федерации. Мария, рада вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Я приветствую нашу аудиторию. Да, спасибо. Вы знаете, у нас вот перед включением было два больших материала о очень плачевном состоянии дел в России, о том, что автопром отечественный, ну ни на что не годится, китайские какие-то заменители предлагают, которые, собственно, мы знаем, какого качества. Плюс отдельный был материал, что касается питания. Россиян буквально вот им объясняют теперь в разных блогах так называемые кулинарные эксперты. Мы понимаем, откуда они взялись и рассказывают, что можно есть и испорченные продукты. То есть, другими словами, россиян заставляет Путин переходить на подножный корм. А мы понимаем, плохо кушаешь, да, там вот вместо хорошего мяса какие-то дешевые, низкопробные сосиски вместо рыбы, резиновые крабовые палочки, заболел, в аптеке нет лекарств, поехать куда-то нет бензина, мы знаем, серьезная беда сейчас в России. Получается, знаете, такой некий даже план Кремля, Путина, загнать россиян в обнищание, им ничего не остается, как идти воевать, мол, в армии платят. А вы помните какие-то такие формулировки про то, что это народ бурундук или народ хомяк, что-то такое, что, дескать, в любых даже самых неподходящих для жизни условиях они могут питаться при необходимости мхом или шайником, ну и, соответственно, добывать себе боярышник, делать из него настойки и все такое прочее. То есть я хочу сказать, что мало того, вот я так понимаю, речь идет о том, что россиянам рекомендуются дешевые рецепты, и причем всякие кулинарные, так сказать, умельцы, ну набирают тем больше просмотров, чем дешевле их рецептура. И раз уж они занимаются поиском дешевых продуктов, то тут, наверное, стоит их и вовсе огорчить, по той причине, что даже дешевые продукты продуктами на самом-то деле назвать нельзя. Дело в том, что у них все эти, ну как вам сказать, сектора продовольственного бизнеса поделены между их же вот этими главными упырями. То есть король пальмового масла Володин, который восседает в своей каменной, как бы это сказать, заднице, это можно сказать в эфире, но это я фактически повторяю то, что говорили когда-то о Молотове, вот про его способности сидеть на рабочем месте, не сходя с него совершенно. Причем прямой потомок этого Молотова сейчас заседает в Государственной Думе Никонов и, кстати, занимается международными делами. Но все-таки Володин преуспел в этом вопросе больше. Очевидно, каменность у него более такая, так сказать, массивная и, главное, тяжелая. И надо сказать, что вообще очень много процессов в России происходит именно вокруг вот этого образования, на котором каменно восседает председатель этой Думы. не только бесконечная травля, ну, так сказать, гей-сообщества и вообще ЛГБТ в качестве официальной их доктрины и при том их собственная, ну, я бы не даже сказала распущенность, это как бы дело каждого, но противно, когда это все лицемерием, таким страшным отдает, когда в стране обычные люди, которые хотят найти свои чувства, свои эмоции, это их личное дело, как они проводят свое время и свой досуг. Но нет, туда вмешивается российская пропаганда при помощи Роскомнадзора, при помощи своих законов, совершенно людоедских и нечеловеческих, и таким образом в личную жизнь, фактически влезая в постели граждан, они там наводят свои какие-то порядки, а сами они при этом позволяют себе фаворитов всех видов, то есть начиная от Гатарова, которому он покровительствовал очень долгие годы и, видимо, продолжает это делать и сейчас, до Миронова, который исполнил свою самую, так сказать, омерзительную роль, перечеркнув все предыдущие свои роли в кино, когда он приехал на развалины Мариупольского театра, где, как известно, Россия производила бомбардировки, несмотря на надпись «Дети». Поэтому вот этот самый Володин, который, ну, так сказать, приспешник к леврету или заблюд Путина, просто патентованный, ну, позволяет себе все, что угодно, но зато у него есть империя пальмового масла. Вот именно благодаря, так сказать, знаете, вот этой конгломерации между ним и семьей Медведева, вместе с его женой Линник Медведевой, которые, соответственно, производят мясо, в котором, я не знаю, есть ли мясо под названием Мироторг, что-то мироточащее мясом, видимо, вот эти две компоненты, пальмовое масло, на основе которого вполне вероятно, это только технолог, наверное, знает, как они выводят, в конце концов, еще и вот это мясо, то вот эти двое, они захватили фактически весь рынок. Их не хиповар был, да, только уже и нету, уже некому готовить из этого всего. Ага, ну как же, я вам скажу так, что из чего тот готовил, это отдельная, наверное, тема, это такой, знаете, кровавый Джокер, там после Кувалды, наверное, у него был большой ассортимент, у него патентованные людоеды принимали участие, так сказать, в этой банде головорезов, поэтому, возвращаясь к пальмовому маслу и к продукции компании Мироторг, хотел бы просто сказать, что, я думаю, они поставили перед собой задачу сократить по возможности вообще возраст дожития у россиян, вот как это называется. То есть дело в том, что они их сознательно травят некачественной продукцией, не только нету качественной продукции, но даже та, которую они им предоставляют, фактически они сами зарабатывают на пищеварительных трактах своих вот этих, ну, заложников, так, наверное, надо сказать. Просто хотят они или не хотят, они поедают ту продукцию, которая максимально сокращает возраст дожития, поэтому, когда, в конце концов, они выходят на пенсию, надо тут, наверное, вспомнить, что пенсионный возраст, который будет первые 15 или 17 или сколько там лет, обещал не повышать, он на 18 или там 19 год своего бессменного управления все-таки повысил, но и это много, потому что все равно остаются какие-то годы, далеко не у всех, но все-таки остаются. Вот для этого, наверное, существует пальмовое масло, король этого масла пальмового и компания «Мираторг». Да это только, так сказать, верхушка, это то, что у всех на прилавках каждый день. А так, в принципе, это и отравы там хоть отбавляй. Знаете, вы упомянули Мариупольский драмтеатр, я вот как раз хотел поинтересоваться вашим мнением. Мы постоянно говорим просто о цинизме российских оккупантов Путина, и вот стало известно, что вот ни с того ни с сего вдруг решила спеть на развалинах Мариупольского драмтеатра, на который, напоминаю, сбросили авиабомбу российские войска в прошлом году, убив сотни мирных людей и детей, решила там спеть некая китайская певица, называют ее оперной Ван Фан. И сейчас ее поступок, ее творчество, так сказать, очень расхваливают кремлевские пропагандисты. Причем она не просто спела, а спела «Катюшу». И видео с этим пением, так сказать, разместило у себя на странице главарь боевиков, так называемый ДНР Денис Пушилин. Как вы к этому относитесь? Ну, такой оперной певицы я не знаю. Вероятнее всего, это, видимо, локальное приобретение российской пропаганды, из которого они раздувают там, что они считают нужным. Оно можно немножечко услышать, что это? Да-да-да, давайте. Я вас поняла. Ну, возможно, конечно, она и обучалась, ну, так сказать, азам звукоизвлечения, однако явно совершенно не обучилась азам морали. В том вузе, где ее обучили вот одному, к сожалению, совершенно не обучили другому. Что я вам могу сказать? Ну, слабое, наверное, утешение. Может, конечно, им бы и хотелось вот такие кадры предоставлять для убаюкивания или там, как бы вам сказать, совершенно напрасной радости и оптимизма россиян, потому что в это же самое время в одностороннем порядке Китай назвал остров Тарабаров, ну, я бы означил его на карте своим, китайским. Ну, даже здесь смысла нет рассуждать на тему того, сколько еще исконно китайских земель было последовательно аннексировано России, то есть сначала царской, потом советской. Сначала был более или менее устраивающий Китай договор Нерчинский от очень давней, но с тех пор в 1860 году они навязали, то есть Россия, ну, Российская империя навязала Пекинский договор, с которым, конечно же, Китай никогда согласен не был, потому что в момент, когда у них уже шли войны другие, в момент, когда им было, ну, невозможно сопротивляться, так сказать, во все стороны, вот тогда навязали этот невыгодный и неприемлемый для них Пекинский договор, ну, и потом, когда пришли большевики, Китай попробовал его пересмотреть, большевики, и, разумеется, не пошли ни на какие пересмотры, потому что было ваше, стало наше, вот же девиз. И, соответственно, грабь награблена и так далее. Но вот сейчас Китай успешно пересматривает все и просто отбирает себе. Ну, конечно, на этом не закончилось, потому что уже после Второй мировой войны все-таки Тува еще была присоединена, а это, так сказать, самая дальняя, получается, провинция китайская. Но, тем не менее, это они сделали еще уже, вот, так сказать, новейшие, можно сказать, истории. И когда Си Цзиньпин, приехав в Москву, почему-то сказал, что этой стране 70 лет, многие удивлялись, а я для себя нашла объяснение. Это именно тот период, когда, в общем-то, больше не происходило вот этих аннексий, захватов и так далее со стороны, там, Российской империи, Советского Союза и дальше. То есть, соответственно, Китай в числе своих главных обид и обидчиков всегда рассматривала Россию. Сейчас, после того, что они уже там именно с Путиным, кстати, проводили демаркацию какой-то там границы, еще что-то, там долгие были разговоры про приливы, отливы, там, сушу, еще что-то. Но, в конце концов, остров Тарабаров в одностороннем порядке стал китайским, как и большая часть вот этого Большого Уссурийского острова тоже в одностороннем порядке. Поэтому, в принципе, можно только пожелать китайцам и дальше вспоминать о своих исконных территориях. Ну и, соответственно, названия, которые присутствуют на картах тех городов, которые мы, так сказать, привыкли называть Владивостоком или там Благовещенством, они имеют, конечно же, совершенно другие исконные названия. И, кстати, китайцы в основном пользуются настоящими своими исконными названиями. Поэтому, я думаю, что вот это вот, как вам сказать, такая себе третисортное исполнение третисортной же певицей какой-то там песни. Причем, знаете, что забавно? Песня стала, ну, в общем, в какой-то степени тогда для Красной Армии какой-то значительной очень. При этом, ну, это прекрасный гимнезийский композитор, который написал эту песню. Вот. И, в принципе, по большому счету, конечно, ну и Блантер, и Фрадкин, и многие другие, конечно, трудились, так сказать, на этой ниве советской, ну, творческой. А что делать было? Деваться-то было ведь некуда, понимаете. И получается, что они, так сказать, украсили несколько, несколько украсили вот своим талантом эту советскую пропаганду. Однако, ну, как вам бы сказать, своего у них и в этой области тоже, я имею в виду, нету. Зато есть государственный антисемитизм вместо благодарности. Это, да. Этого мы наслушались на этой неделе от Путина, наслушались, да. Мария, к сожалению, в рамках этого эфира у нас уже время заканчивается. Обязательно с вами продолжим в следующем нашем эфире. Спасибо. Мария Максакова была в нашем эфире, оперная певица, бывший депутат Госдумы Российской Федерации. До свидания. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.